В ночь на 19 января на Владимирских водоемах народу больше, чем летом. Главный обряд праздника крещения и купания в проруби год от года привлекает все больше людей. В ледяную воду решаются окунуться и молодые, и те, кто постарше, мужчины и женщины, и даже дети. Для глубоко верующих это омовение священное таинство, берущее начало с крещения Иисуса в реке Иордан, символ очищения и духовного перерождения. Но многие приходят сюда и без оглядки на религиозный подтекст, чтобы приобщиться к здоровому образу жизни или испытать себя. Вот сколько лет с наступлением крещения собиралась проверить, смогу я это сделать или нет. Но только ноги до проруби не доходили. В этом году твердо решила, сегодня или никогда. Ну что, пора идти в раздевалку. Теплые палатки для переодевания сегодня, пожалуй, главный атрибут комфорта крещенских купаний. Насемясь на таких палаток установили две, мужскую и женскую. Именно здесь можно было спокойно подготовиться к купанию и быстро согреться после того, как уже окунулся в ледяную воду. Впрочем, выйти на мороз в купальнике все-таки пришлось. Честно говоря, мне уже холодно и страшно. Прям даже не знаю, останусь я жива после этого или нет. Ну, сейчас посмотрим. Неопытного купальщика отличишь сразу. Он медлит или наоборот торопится зайти в прорубь и быстро выскакивает из воды. На самом деле, конечно, все надо делать размеренно. И окунаться следует с головой. Но я решила, что для первого раза подвигов с меня достаточно. Вообще-то, это знаете, ну просто, ну, без комментариев. Как показывает практика, решиться на купании в проруби нелегко. Зато потом все довольны. Очень с трудом. Мы сейчас с трудом решаем. Мы сейчас с трудом решаем. То есть, вы еще думаете? Да. Но обратной дороги же нет? Нет, мы не говорим, что мы откажемся. Первый раз, да, очень хотелось попробовать. Вода обжигает, даже приятно. Как будто в горячей воде побывало, а не в холодной. Отлично, отлично, скользко. Какое ощущение у нас сейчас. Просто замечательно. Силы прибавились. Здоровье, силы и благодать. Божья благодать. Всех с праздником. После купания владимирцам предлагали согреться горячим чаем. Работала полевая кухня. У водоема дежурили спасатели и бригада скорой помощи. Организация просто великолепная. То, что сейчас вот здесь есть, очень удобно. И, в общем-то, благодарить администрацию тем, что действительно людям пошли навстречу, что люди неудобств не испытывают. Никак раньше это было. Просто люди приходили, вырубали руки топорами, ломами. Ну, чем приходилось. Раздевались прямо здесь на снегу, купались, растирались и уходили. Эдуард Юдин – участник крещенских купаний со стажем. Начинал здесь, на Семязино, еще в 90-е годы. Мужчина считает, к таким экстремальным процедурам нужно готовиться. Например, обливаться холодной водой. Самое главное – не употреблять, наверное, алкоголь. Если вы уж уйдете с чистой душой и с чистым желудком без алкоголя, пожалуйста. Чтобы нам было легче. Если что, вдруг оказывать помощь. Ладно? Ну, а те, кто окунуться в прорубь, пока не отважился, могут умываться крещенской водой. Верующие считают, что она обладает целебными свойствами, которые сохраняются в течение всего года. Татьяна Гордеева, Максим Палагин, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.